Доброе утро, уважаемые телезрители! Вас приветствует муниципальная телевидение города Янаула. Сегодня пятница, 24 февраля. Ознакомьтесь, пожалуйста, с новостями города и района. Живу открыто, не хитрю с друзьями, для чужой обиды не бываю занят. От чужого горя вежливость не прячусь, с дураком не спорю, в дураках не значусь. В скольких бедах выжил, в скольких дружбах умер, от льстецов до выжиг охраняет юмор. Против всех напастей есть одна защита, дом и душу настежь. Я живу открыто, в дружбе, в буднях быта, завистью не болен. Я живу открыто, как мишень на поле. Не было бы, наверное, интересно жить на белом свете, если бы не было этих неугомонных, беспокойных людей. Как окружающих люди говорят, все им не имется, все они что-то придумывают, не думая о покое своем и окружающих. Один из таких беспокойных людей наш герой, директор Барабановской средней школы Ахмедханов Юрий Уракович. Быть может, многие узнают этого очень приятного, открытого людям человека, ведь он и его женский ансамбль, состоящий из педагогического коллектива, частый участник всмотров художественной самодеятельности района. Впрочем, не только женского. Детский ансамбль Барабановской средней школы также завоевал популярность. Да не только это. Известны в районе и идеи Ахмедханова о создании в Барабановке филиала школы искусств. Очень энергичная деятельность Юрия Ураковича по строительству в Сандугаче новой средней школы. В общем, человек, как вы убедились, разносторонний. И еще. Может быть, кто-то оспорит мое мнение, но кажется, что такие приятные, интересные собеседники встречаются крайне редко. С ним действительно интересно спорить. У него свои неординарные взгляды на те или иные явления жизни. Юрий Уракович, как к вам пришло решение избрать профессию педагога? Знаете, после восьмого класса у меня было решение, принято после восьмого класса, идти в Асановский совхозтехникум, стать ветеринарным работником. Восьмой класс я окончил с отличием. Послал документы в техникум. Через некоторое время обратно получаю все документы. И с письмом. Прием на базе восьми классов завершился. И дальше будем принимать только на базе десяти классов. Что мне оставалось делать? Решил идти в девятый класс, получить среднее образование, ну а потом дальше учиться. Но случайно я встретил на улице студентку Можгинского педучилища. Она моя землячка. Она сегодня работает заучим в барабанской средней школе. И она меня уговорила. Уговорила, прямо так уговорила идти в педучилище и стать учителем. И вот до сентября оставалось очень мало времени. Вместе с документами я сам поехал. И меня приняли на перекурс этого училища. Кстати, у меня по отцовской линии есть учителя. Где Настя? Да. По отцовской линии. По материнской нет. Вот так я стал учителем. Скажите, вы теперь не жалеете о том, что стечение обстоятельств, ну как говорим, судьба направила вас на путь, как говорится, педагога, стать педагогом? Нет, я не жалею. Я даже рад, что выбрал именно эту профессию. Ибо учитель – это одна из самых благородных профессий. Потому что мы делаем, воспитываем людей. Именно людей. Только это одно уже говорит о том, что действительно учитель – это самая славная профессия. Ну, вместе с тем профессия, конечно, педагога славна, но вместе с тем она и трудная, но порой бывает так же и неблагодарной. Вот как вы считаете, ученик нынешний, сегодняшний и ученик, допустим, который был лет пять, шесть, семь назад, они отличаются между собой? Молодежь изменилась? Я скажу следующее. Это мое личное мнение. Вот я не согласен с теми пожилыми людьми, которые возмущаются сегодняшней молодежью. И любят часто повторять, что нынешняя молодежь, ну, не такая она пошла, нынешняя молодежь, но, говорят они, молодости были не такими. Вот я вот с такой постановкой вопроса совершенно не согласен. Ибо эти пожилые люди, люди, старики или старухи, в детстве, в юности были такими же шалунами, такими же озорниками. И веселились, они тоже веселились, как и нынешняя современная молодежь. Ими так же было недовольно старшее поколение, да ведь? Да, вот когда они были маленькими, тогдашнее старшее поколение тоже выражало недовольство. Я согласна. Да. Вот это мое личное мнение. Кроме того, что Юрий Уракович умелый, талантливый и компетентный во многих вопросах нашей сложной жизни руководитель, он еще и по отзывам его односельчан и коллега прекрасный семьянин. Жена его Телегатима Лизиановна работает воспитателем в школьном интернате. Воспитывает троих детей, старшему Вадиму 13 лет, в средней вере 7, а малышке Ксюше всего 2 года. Помогает супругу Махмедханову воспитывать детей и своими мудрыми советами мать Юрия Ураковича Татьяна Байрамшиновна. Горде звеши, горде звеши, горде звеши намеркать, горде звеши намеркать, но я ротон не пушь не ркать. Горде звеши намеркать, но я ротон не пушь не ркать. Пурыш веши, пурыш веши, пурыш веши викакать, пурыш веши викакать, но я ротон не куакакать. Пурыш веши викакать, но я ротон не куакакать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дети колхозников колхоза имени Мичурина, учащихся в школе, действительно нуждаются в открытии филиала музыкальной школы, в открытии филиала художественной школы. У нас есть очень талантливые дети. Умеют рисовать, умеют петь, танцевать, умеют играть на музыкальных инструментах. Но в данное время я подбираю или собираю себе сторонников. Я думаю, один в поле не вон, что-таки если нас будет больше сторонников этой идеи, то, вероятно, мы кое-что можем достичь в этом вопросе. А у вас они уже есть, эти сторонники, пока? Сторонники есть. Сторонники есть. Меня поддерживают. Их немало. Евгений Уракович, а вот скажите, вам не трудно работать с педагогическим коллективом? Вот именно Бородановской средней школы. Или эти трудности могут быть и у каждого директора? Вы как считаете? Знаете, я думаю, нет такого коллектива, не только педагогического, где работалось бы очень легко, очень просто. Потому что каждый человек это отдельная индивидуальность, отдельная личность. И только зная индивидуальные качества каждого работе, каждого учителя, можно находить общий язык и работать вместе, сообщать и тянуть вместе один голос. А коллектив наш работоспособный. Я так скажу. У нас в коллективе три старших учителя. Несколько учителей награждены почетными грамотами Министерства народного образования Республики Башкортостан. Есть у нас отличники народного образования. И молодые учителя. Я в числе молодых учителей именно хочу выделить Шакирянову Райну Геннадьевну, учителя с университетом начальных классов. И еще из молодых учителей хочется выделить и Министерства Шакирову Даню Геннадьевну. Вот учителя, я надеюсь, большое будущее. У нас долгие годы в школе работает старший учитель Сададинович Бадыслан Сададинович. Кстати, в настоящее время живет в Новой Кирге. А сейчас он, кстати, уже на пенсии, но продолжает работать. Но каждый день преодолевает 5-6 километров и работает. Да. Все-таки, вот, это все-таки, знаете, всю свою жизнь вот так вот работать. Это действительно, я считаю, подвиг. Настойший подвиг. Каждый день в уши в половине восьмого утра Ахмедханов бывает на работе. По его признанию, совесть не позволяет ему прийти позже. Кошки на душу оскребут, говорит он. Нужно работу котельной проверить и в интернат заглянуть. И распорядиться насчет горячего питания школьников. Вообще, Юрий Уракович, работа директором 9-й год. За это время в школе сделано немало. Вот что о нем говорит его коллега, учитель биологии Сафина Римма Мансуровна. Хорошо относится к учителям, контролирует, но зря не придирается. Очень хорошо относится. Да, требует, конечно, требовательный. Родители как к ним относятся? Родители тоже уважают. У нас бывают родительские собрания, работает родительский университет. Посещаем родителей на дому. Они очень уважительно относятся к Юрию Ураковичу. А вот мнение главы Сандугаческой сельской администрации Шардинова Касима Шардиновича. Кослов, скажите, пожалуйста, о Юрии Ураковиче. В директоре нашей школы, Ахмедхан Юрий Рокси, стоит, видимо, сказать несколько слов. С приходом в данную школу, как директор школы, он многое сделал для воспитания детей и для сполочения коллектива учителей. Если до этого в коллективе учителей какой-то, скажем прямо, был разброд, то в настоящее время коллектив учителей – это люди-единомышленники. В этом я вижу главную заслугу как директора Юрия Ураковича. Да и показатели средней школы из года в год улучшаются и в районном масштабе занимают одно из лучших мест среди сельских школ. Говорят, нельзя скоро судить о человеке, но когда о нем добро отзываются ни один, ни два, а десятки человек, значит, это уже кое-что значит. Музыка 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 Мы выражаем вам, дорогие товарищи, огромное спасибо за активную помощь и поддержку самодельного творчества в своих предприятиях, активное участие в школе. В создавшихся условиях, улучшении экономических и социальных условий жизни на первом плане должны находиться вопросы активизации человеческого фактора. Музыка 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 Замечательно выступила в городе Нефтекамска. Это я уверенностью говорю, потому что 13-го состоялась расширенная коллегия Министерства культуры. И там очень хвалебные, поздравительные слова прозвучало в адрес Янаула, Янаульцам. Наш заместитель министра культуры Светлана Аркадьевна очень поблагодарила Янаульцев. 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 Молодцы. Ярояльцы звали. Молодцы. Таланты есть таланты. Талантами богата наша Янаульская земля. Но если не будет такой вот поддержки талантом, этот талант не поднимется. И вот поэтому всем нашим успехом, достижением, в первую очередь, мы обязаны администрации города и района, лично Назир Загитовичу, за оказанную помощь в организации всех таких вот мероприятий, заместителю главы администрации Гудухаковой Розине Тимирхановне. Всем вам, руководителей, которые всегда относятся с пониманием, с поддержкой всех наших вот проблем. Огромное вам спасибо.